Здравствуйте! Приветствую всех на канале видеоэнциклопедия Кориасара. Меня зовут Ким Герман Николаевич. Я доктор исторических наук, профессор, директор Института азиатских исследований Казной имени Альфа-Раби. Сегодня я хотел бы представить книгу, книга на корейском языке. Она называется «Чума Азия Кориин Чи Сик Ча Вон Хе Че». Это библиография, составленная коллективом ученых из Национального университета Чаннам под руководством профессора Им Че Вана. В 2012 году, на тот момент, он еще работал в университете, он несколько лет тому назад вышел на пенсию. Но до этого, под руководством профессора Им Че Вана в университете Чоннам, в течение двух десятилетий, наверное, группа ученых, ну и магистрантов, и докторантов, они разрабатывали научные проекты, связанные с зарубежными корейцами, корейскими диасфорами, в том числе и корейцами в СССР, и постсоветском пространстве. Вот, в научном центре по изучению зарубежных корейцев этого университета было издано очень много книг, причем две книги вышли там десяти тоннами сериями. Ну, а эта книга, она как бы подводит итог, поскольку это библиография, в ней указаны все, значит, значимые книги. У этой книги есть подзаголовок, на английском языке называется «Knowledge Resources Bibliography of Korean Diaspora in Central Asia». Ну, вот по этому названию действительно очень сложно понять, о чем здесь идет речь, так, но если пролистать эту книгу, то в целом можно ее принять, как, скажем, аннотированную библиографию книг, но избранных книг. Это могут быть и научные исследования, это могут быть сборники стихов, это могут быть фотоальбомы и прочее, это все, что касается культуры, культуры корейской диаспоры в Центральной Азии. Ну, к слову тогда будет сказано, что на самом деле библиографические исследования, они очень важны, и они требуют, в общем-то, много времени, чтобы выявить все публикации. Ну, сейчас это стало намного проще, есть интернет, так, а в прошлые времена это нужно было отслеживать тем, что, да, что появляется в книжных магазинах, да, что, значит, говорят коллеги, там, обменивались всегда какими-то изданиями. А все издания касательно корейской диаспоры, они, безусловно, редкие, и каждая книга была на вес золота, вот, и каждая статья, поэтому, ну, нужно было выявлять это своевременно и обрабатывать их, составлять вот эти вот библиографические указатели. То, что касается вот нас, Кореусарам, одна из первых, а работ была, вот, в 93-м году она вышла в соавторстве с профессором Росом Кинга, вот, она называлась «История, культура, язык Кореусарам». Набранная еще на печатные машинки, ротопринтные издания, но вот это было, этому было положено начало, поэтому вот вышла вот такая вот книга. В 2000-м году сейчас есть рукопись уже наиболее полной библиографии, наверное, объемом в два раза больше, чем это. Есть, значит, варианты библиографии, которые издавались вот здесь, вот в Америке. Это специальный выпуск по, значит, Кореусарам, или Корейцам бывшего Советского Союза, вот. А затем их было четыре номера журнала, то есть по китайским корейцам, по корейцам в Японии, корейцам в Америке и корейцам в Японии. В итоге все эти номера, там были объединены, вот, вот эту книгу, которая называется «Корейская диаспора». И в этой книге тоже есть часть библиографическая. Затем эта книга была переведена на японский язык, и вошла тоже, значит, в библиографии. Ну, усеченные намного библиографии, они вошли во все энциклопедии по Кореусарам. Это энциклопедия корейцев России и страны СНГ, вот, это энциклопедия корейцев Казахстана, это и издание юбилейное Кореусарам, вышедшее в Москве к юбилею 150-летия. Везде есть эти библиографические указатели, краткие или более-менее полные. Но вот так, чтобы выходило отдельными книгами, это довольно редкий случай. Вот, и это первый случай в Южной Корее, где дается аннотированная библиография. У нас есть рукопись, вот, составленная на японском языке, совместно с профессором Кано Хиройоми, но проект не завершился. В рукописи вот эта вот, значит, библиография по Кореусарам на японском языке есть. В заключение хотел бы подчеркнуть, что составление библиографии – это трудоемкий процесс, отнимающий большое количество времени. И мне бы хотелось выразить надежду, что молодые ученые, которые только приступают к изучению вот этой темы корейской диаспоры в постсоветском пространстве или историю корейцев в Царской империи или в Советском Союзе, они достойно оценили труд тех, кто предшествовал им и облегчил в поиске необходимых источников, материалов, а также и исследований по интересующей теме. Продолжение следует...